приветствую вас на канале покоритель бездорожья представляю первый в сноураннер бразильский грузовик мамонт от разработчика Gabriel 9944 Santana этот грузовик производился компанией Переместимся в тюнинг посмотрим что нам предложит разработчик три двигателя стандарт модернизированный и самый мощный двигатель но получаем мы всего лишь прибавку с но давайте установим коробки передач оптимальная скоростная и для бездорожья ее и установим подвески серийная или высокая но воспользуемся возможностью приподнять наш грузовик шины 43 дюйма причем выбор небольшой для зимы внедорожной и шоссейной что интересно нет для бездорожья и как видите характеристики по грязи только хорошие ну надеюсь что разработчик все-таки добавит для бездорожья резину но пока давайте какую-нибудь из них установим лебедки 4 на выбор ну устанавливаем более длинную и мощную запасное колесо также устанавливаем дифференциал присутствует полный привод как видите указано тут и раздаточная коробка и подключаемый полный привод на что это значит раздаточная коробка и почему они удаляют друг друга непонятно но оставим все-таки привычный нам полный привод шноркель устанавливаем и модули кузова как видите есть собственные кузова вот такие интересные борт нарощенный деревянными планками панелями еще вот есть такой вариант как тут пишут что деревянная платформа для перевозки бревен причем видите меняется визуально задний борт приоткрыт или полностью откинут то же самое для коротких бревен ну и полный набор собственно стандартных наших кузовов доступен видите широкий перечень но можно скажем совместить низкое седло давайте из интереса установим и мини кран правда у нас тогда слетает запасное колесо но во всяком случае такая комплектация вполне возможно и привычно для нас давайте переместимся все-таки вверх и поставим ему оригинальный какой-то кузов ну давайте вот этот установим переместимся далее в улучшение бампер усиленный стандартный есть кенгурятник он такой действительно был но и уже видите добавляется современная решетка радиатора но я считаю что предпочтительное оставить в более раннем варианте предложенный автомобиль но поставить можно вот такую дополнительную защиту диски ну какие-то одни из них оставляем покраску перемещаемся да можно выбрать на свой вкус ну пожалуй я остановлюсь вот на этом варианте ну и можем уже переместиться наружу и испытать наш грузовик мамонт на природе давайте посмотрим его повнимательнее ну по кузову по кабине видно конечно что хорошо эксплуатировался ржавчина присутствует ну собственно чему удивляться 80-е годы прошлого века выглядит оригинально подвеска хорошо прорисована мосты все в этом смысле все хорошо реализовано давайте сядем внутрь вот наша приборная панель видите два больших прибора ну и дальше все просто тканевое сиденье для двух пассажиров проверим звуковой сигнал ну неплохой кстати зеркала рабочие правда нет зеркала заднего вида но видимо приходится оглядываться назад но если будет груз в кузове то ничего не увидим давайте заведем двигатель оригинально смотрите-ка на на правом приборе стрелочки поднялись дополнительные и топливо показывает температуру но двигатель заводился так долго что я думал и не заведется оригинально давайте на нейтральную передачу поставим дадим оборотов какой оригинальный звук двигателя да разработчик в этом смысле молодец постарался привнес оригинальность но тут дымовуха стоит давайте дадим оборотов да дымит то не слабо между прочим продолжает дымить на высоких оборотах более-менее но движочек в скором времени потребует вмешательства да звук весьма интересный такой ракочущий на средних оборотах оригинально включим фары и на холостых приятный звук двигателя отличает от привычных стандартных звуков ну и давайте тогда уже на нем прокатимся кстати обратите внимание почему-то очень яркий окрас что это у нас поддон двигателя красный такой непонятно что или это еще разработчик элемент переднего моста недостаточно совместил с самим контуром моста ну ладно посмотрим как он будет катиться по нашим непростым дорогам звук двигателя однозначно приятный выделяет его на фоне других грузовиков первое препятствие несмотря на высокую подвеску бампером то упираемся между прочим и валуны правда проезжаем но какие-то трудности будут наверняка ему присущи в преодолении крутых склонов крутых подъемов посмотрим вот здесь опять у нас очередной спуск так поедемте к воде посмотрим оригинальный звук коробки передач при переключении с переднего хода на задней тоже реализовано весьма интересно вот бездорожье река здесь вроде бы без проблем он проскочил еще валуны и уже глубина определенная присутствует тоже проезжает тогда давайте какую-нибудь болотистую местность вот здесь попробуем преодолеть лежачие дерево мешает ему однозначно звук двигателя такой как будто мощность сдерживается намеренно но вот тем не менее видите препятствие не такое уж сложное но где-то упирается перед ком в валун и не может преодолеть ну опять же я думаю это определенные минус резины да интересные звуки при переключении коробки передач так давайте тогда когда воспользуемся лебедкой все-таки нужно добавлять конечно внедорожную резину с тем чтобы он чувствовал себя более уверенно с дымком да причем такой постоянный звук двигателя высоких оборотов рак очищей и дымок струится ну вот стандартная дорога здесь едет конечно нормально но повторюсь что да у него бампер низко расположен несмотря на то что подвеска высокая ему непросто будет преодолевать какие-то крутые перепады рельефа так еще куда-нибудь ох на опасный участок я выехал да пытаюсь от мамонта каких-то добиться необыкновенных ходовых качеств но увы так тогда давайте лебедочкой воспользуемся попробуем подправить да слишком уж он утыкается конечно перед ком в землю ну пробуем еще да попробуем подцепиться к чему-нибудь подальше интересно за что это мы там можем зацепиться это нам по моему не поможет вот пенек рядом есть ну-ка давай 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 продавливай перед собой землю так все мамонт смог заедем как положено через ворота ну вот такой бразильский мамонт оценивайте пробуйте испытывайте может быть имеет смысл попробовать из красную коробку передач но с резиной нужно разработчику что-то решать вы были на канале покоритель бездорожья я Алексей поддержите видео лайком до новых встреч и